родитель или ребенок то родители более важно потому что на нем держатся остальные дети это более важная фигура для выживания и когда происходит вот такой сбой когда женщина полностью ходит в в ребенка и внимание мужу не идет это тоже является одной из очень таких больших причин разладов разводов и так далее и так далее просто по статистике самый большой процент разводов в первый год жизни первого ребенка просто потому что не понимается вся эта система и это тоже все основано на нашей биохимии и вот традиции они для этого и существуют чтобы то что мы в какой-то мере не можем понять сознательно мы бы в мы бы делали это по традиции и точно так же если уж заканчивать тему отношений мужчины женщины и гормональной системы самых и самцов то для женщин для женщины в принципе нормально зарабатывать деньги но легко то есть тест тестерон мужской половой гормон это гормон который вызывает потребность и желание преодолевать препятствия и мужская психика и саморазвитие мужчины оздоравливается и раскачивается когда он встречает проблемы препятствия их преодолевает это раскачивать тестостерон если мужчина живет в шоколаде огонь пассивном доходе еще что-то у него начинает отрастает живот а накопление жира это преобладание женских гормонов над мужскими и пиво еще этому способствует и он начинает терять свои мужские качества и иногда бывает даже не иногда довольно часто что и муж и жена работают вместе при этом жена приходит домой не инстинкты работают на хозяйстве на том чтобы убрать дома приготовить поистирать еще что-то а самец муж пришел он свое дело делал дома в пещере самца отдыхает только если надо что-то там глобальное сделать где надо не забота это там уборка стирками готовка еще что а именно включить тестостероновое мышление ремонт починить что-то там вот сделать что-то такое пространстве но есть и на фоне этого тоже могут возникать проблемки в идеале опять же говорю в идеале нет там вот сейчас идти и этому следовать чтобы мужчина был единственным добытчиком в семье а женщинам естественно и нормально развиваться в творчестве причем иногда может быть даже такое что жена начинает рисовать или петь и она в этом своем творчестве доходит до высот таких что уже этим зарабатывает деньги но она не вкалывает не трудится а кайфует то есть она не накапливают в себе выработку тестостерона а уж женщин он тоже есть просто меньше ну и плюс так забьем крышку гроба эмансипации о том что я сам предприниматель у меня много коллег с которым я работает женщины предприниматели они живут таким образом что ловят кайф от жизни достигает цели не поставили цель достигли покайфовали потом себя наградили за это и при этом у них в отношениях складывается чаще всего никак вот у тех кого я знаю у всех как у одной один ребенок больше нет и больше не хотят либо отношения с противовожным полом нет либо мужчина под стать им той же на подобный отношения ки быстро разваливай и разваливаются ну что если женщина доминирует то у мужчины вариантов либо у него начинает копиться внутри недовольство гормоны стресса они начинают идти и варианты либо гасить их табаком алкоголем наркотиками или чем-то еще создавать себе иллюзию успеха в частности по этому сейчас так популярны компьютерные игры всю что у мужчины инстинктивное желание побеждать достигать цели там игры спортивные стройки теги воины на ментальном уровне я крутой с тестером пошел но не туда а в реале ничего и такие люди они склонны к тому что в реальности мало рисковые мало конфликтные такие подзажатые а внутри там много всего этого либо если у мужчины тестостерон начинает как-то вырабатывать в основном такой женщины просто уходит и спасает свою мужественность а иногда и жизнь потому что есть мужчины которые там пьют алкоголь или употребляют наркотики просто до гибели причем вот такая штука как употребление веществ которые снижают недовольство жизнью она касается не только неладов в межполовых отношениях это тоже довольно важные темы тоже четко касается нашей биохимии думаю что многие из вас слышали о такой вещи как позитивное мышление о том что важно мыслить позитивно тогда вы начинаете жить легче достигают цели проще еще что это на самом деле так опять же здесь важно не фанатично относиться к этому да когда у тебя горит дом а ты такой у меня все прекрасно все прекрасно надо соотносить реальность и свой настрой при этом негативные эмоции играют тоже очень важную роль в нашей жизни по большей части это касается мужчин но и женщин тоже например такими побегами в кайфушечки да какими у мужчин являются там просмотр спорта употребление алкоголя порнография туда же у женщин это сладости это шоколад это мучное это порнография по-женски любовные всякие билетристика там фильмы типа гардем гардемарины сердца трех дневник бриджи джонс и прочих хлам это влияет на женскую психику то точно так же как настоящая порнография на мужчин то есть мысль о действии есть а действие нет в подсознании галочки сделано есть нет стимула к развитию развитие есть и у мужчин и у женщин только у мужчин оно одно у женщин другое и когда женщина сама не имеет какой-то нормальной семейной жизни а для психики женщины это важно она подсаживается на мыльные оперы почему же там есть движуха общение эмоциональное дон педро меня не любит кончита куда-то там ушла он изменил вот эти эмоции женщинам важны и когда их не хватает своей жизни идет такая вот порнографа подобная реализация реализация и получается что вот такие побегушки у мужчин там спорт алкоголь порнографию у женщин сладости сериалы некоторые женщины особенно в юном возрасте так боятся заводить детей но инстинкт заботы давит что за уводит маленьких собачек там или животных или еще что даже у великолепного автора макаревича есть целая песня посвященная мне не помню как на называй и деться женщинам с маленькой сучкой там корочка это очень любопытно такая песенка которая обыгрывает вот как раз любительниц таких маленьких собачек очень определенно относящийся к противоположному полу очень определенным образом относящийся к себе как к женщине и вот это тоже является такой поведенческой девиацией и вот эти эффекты вот самый яркий пример это пятница ты там работа работаешь пять дней в неделю ждешь святую пятницу развратницу и во все тяжкие упалешь там алкоголь развлекаешься еще что-то что это такое с точки зрения такой нашей глубинной психологии биохимии работа сидит вот тут вот вставать утром неохота это стресс начальник стресс стрессует сам себя стрессуешь просто не успеваешь или сомневаешься или еще что-то стресс 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 выпил алкоголь или покурил там что-нибудь еще и тебе классно и ты в понедельник ты уже выходные провел так что в понедельник ты опять готов жить той же жизнью которой ты всегда жил то есть человек за выходные за эти возлияния потерял запас негативных гормонов потерял запас негативных эмоций которые без спуска их привели бы его к состоянию так жить больше не могу я буду менять свою жизнь поэтому негативные эмоции свои тоже берегите и позитивные не позволяйте никому обламывать свой кайф в таких людей много очень поэтому делитесь радостью только с теми кто действительно будет рад этому наши на широкую публику это чаще всего это фигня это то это все вот поэтому берегите свое хорошее настроение настроение но и берегите точно так же свое плохое настроение плохое настроение такое же мерило такой же сигнал о том что что-то не так как и болезни как головная боль или боль в животе это сигнал о том что что-то не так надо менять это и алкоголь в пятницу вечером это тоже самое что анальгин от головной боли ты убираешь симптом а болезнь жизнь гору тебя не устраивает она остается вывод такой глобальный вывод всей этой лекции о том что чем более натурально наша жизнь тем более она правильная там например некоторые мужчины которые увлекаются накачкой мышц кто немножечко умнее но недостаточно все же умен употребляет продукты какие-то которые усиливают выра выработку тестостерона тестостерона чтобы накачать мышцы а то те кто тупые вообще они колют тестостерон или прямо употребляют его извне таким образом первые раз дал раздал бы воют выхолощивают свои железы которые тестостерон вырабатывают то есть их убивают а вторые просто погашают выделение собственно тестостерона и первые импотентами становятся медленнее но становятся ими а вторые становятся очень быстро поэтому неестественные такие вещи они в принципе всегда и во всем ведут к плохому концу например добавлю сюда такую вещь часто как кофеин а мы такие сонные еще настроения нет выпили кофеинчику пошел пошла бодрость можно что-то делать ровно до тех пор пока ты опять не вот это вот опять надо кофеина причем с работоспособностью и энергичностью еще завязана и эмоциональность и когда у кофемана нет доступа к кофеину его ломает кстати кофеин это наркотик это тот же класс веществ что и героин морфин кодеин и так далее просто он слабенький он самый слабый но если его употреблять много он дает те же самые эффекты не знаю есть ли среди вас кофеманы я жил однажды с таким парнем однажды утром была штука что он открывает банку с кофе кофе нет у него паника он раздражительным он злой у него буквально начинают трястись руки пока он дозу не получит он не успокоится то же самое у тех кто курит никотин тоже наркотик слабее чем общеизвестные сильные но сильнее чем кофеин поэтому иногда те кто уходят от никотина они сажаются на кофеин как на ступеньку чтобы облегчить отказ и это тоже неестественная штука неестественный процесс что делает кофеин он делает качели то есть выбрасывается много энергии потом спад идет опять употребляешь кофеин опять энергия опять спад причем энергия в нашей теле это углеводы сахара и опять же возвращаясь к нашим пещерным временам единственный и возможный источник углеводов для пещерного предка это фрукты ягоды сладкие овощи там зелень сладкая такая тоже бывает чем характерен такой источник сладкого во-первых там вода во-вторых там питательные вещества тоже присутствуют там обязательно присутствует кальций как микроэлемент который участвует в усвоении углеводов то есть сахаров и самое главное что в любом растительном продукте есть ферменты которые помогают нам его усваивать есть такой эффект как автопереваривание или аутолис то есть когда мы едим ту пищу которая предназначена нам природой в природном же виде не видоизмененном там непаренном жаренном или что-то еще там ферменты помогают в нашей системе пищеварения перевариться когда же человек из свеклы или из тростника или из чего-то еще выделяет сахар идет процесс кристаллизации то есть давится сок или вываривается потом он нагревается вода испаряется идет процесс охлаждения идет просто химический процесс кристаллизации на дне выкристаллизовываются кристаллы сахарозы сахарозы в сахарозе самой по себе ничего плохого нет если просто выделить от отдельно от воды которая была в свекле или в тростнике от ферментов от микроэлементов это неестественно для нас и разрушает нас поэтому рекомендую опять же не резко а постепенненько сокращать в рационе не только сахар в чистом виде а все продукты содержащие сахар и привыкать удовлетворять свою потребность в сладком фруктами это естественно но единственное что не употребляйте фрукты в перемешку с чем-то еще если вы скушаете фрукты они быстро легко усваиваются с чем-то еще они просто начнут бродить и не стоит кушать фрукты на ночь опять же изображение сахар действует точно так же как и кофеин это так называемые быстрые углеводы которые резко повышают сахар в в крови уровень растет организм быстренько его раз уход идет резкий спад и когда в нашем организме не хватает сахара мы тоже такие вяленькие такие вот что-то настроение плохое надо съесть булочку не тормози сникерсни энергия пошла опять брум туда и вот такие американские горки и дают эффект этот и вообще в принципе вот эта жизнь такая она и дает эффект зебры белые черные полосы жизни потому что эти маленькие циклы они ведут за собой большие циклы практически цель любой такой духовной практики это привести вас к состоянию равновесия чтобы вы жили ну конечно есть там пики спады еще что-то они естественные не продуцируются сахаром кофеином или чем-то еще еще вот такие спады резкие сейчас скажу очень плохую штуку для многих а такие перепады продуци продуцируются не только там алкоголем кофеином сахаром и много чем еще но в том числе и сексом секс это резкий выброс кайф кайф кушечек и природа устроена таким образом что для человека зачатие возможно раз в месяц естественно заниматься сексом раз в месяц дело в том что когда вот эти прошаренные не очень хорошие маркетологи рекламщики производители стали копать глубоко они поняли что фаст фуд сахар раскручивает желание желание кушать кушать потреблять точно так же разбалтывает нашу систему постоянная пахотливость есть в современной рекламе символ трех ж женщина жрачка жалость жалость немножко из другой оперы а женщина из жрачка это из той что два самых мощных крючка чтобы подсадить человека на что-то на покупку на регулярные употребления это инстинкт еды инстинкт размножения и именно поэтому мы едим намного больше чем нам это надо и секса в нашей жизни тоже намного больше чем это нам по природе надо если для женщины этот эффект он лежит ну чисто в психологической плоскости да потому что если бы женщина занималась любовью один раз в месяц то было бы все и любовь и оргазм и все-все-все но если она выдалбывает из своей гормональной системы там несколько раз в неделю желание секса там ну не будет оргазмов часто так это неестественно и хорошо что их нету с точки зрения психики и биохимии эти учителя и практики которые учат оргазму тем женщин которые не испытывают его я бы их стрелял ну образно конечно потому что они именно разнашивают и психику и гормональную систему женщин а мужчины они имеют и психические проблемы из-за этого потому что после того как мужчина закончил половой акт тестосерон идет вниз так лег стенки и захрапел силы упали все 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 ушло потому что у мужчин тестостерон это позыв к действию и тестостерон отвечает у мужчины не только за половую функцию он отвечает за мышление за физическую активность за желание что-то делать собирать вокруг себя команду продвигать свои идеи и так далее а когда мы выросли ну я у меня пубертатный период прошел на этап когда порнография уже была и порнозависимость у меня была это тяжелая штука причем очень важно понимать что порнозависимость плохо а но тогда она еще была порнография тогда была мягкая это было начало девяностых были журналы разные порнографические игральные карты вот это вот все а современным мальчикам вообще тяжко очень что она просто в интернете везде и такая что раздал раздал раздалбывает систему ценностей очень сильно почему что для мужчины мальчика для сам для самца очень важно хотеть осеменить самку и этот путь длительный очень это путь взросления становления это быть крутым быть сильным выделяться среди остальных так чтобы у самки инстинкт хотеть забеременеть от такого крутого самца что при порнографии конечный результат достигается моментально да еще не с одной самкой с кучей то есть на ментальном уровне ты супер крутой сидя за компом все система желаний все она убита это все чаще и чаще слышу от друзей у которых дети 14 лет 15 лет не хотят ничего потому что гормональная система уже расшатанная они ничего не хотят на самом деле желания основные вызывают в человеке половые гормоны кстати еще один камень в огород молочной промышленности я уже в лекции говорил о том что молочные продукты это один из трех продуктов которые угнетают иммунную систему сильнее всего два остальных это мучной и сахар точно так же гормон молочные продукты по крайней мере в современности особенно в современности это продукты молочной промышленности где коровы живут неестественной жизни абсолютно во-первых коров осеменяют неестественно там даже есть специальная профессия осенизатор им пичкают гормоны всякие антибиотики и бла-бла-бла-бла является тотальным просто нереальным просто очень грубым мощным преступлением против детской гормональной системы это детская молочная кухня потому что там такой зашкал гормонов гормонов женских коровьих которые вырубают мужские половые гормоны мужскую половую систему мальчика еще не окрепшие только начинающие формироваться а женскую гормоны угнетает потому что много приходит извне и собственных выделяется мало и есть абсолютно точная современная тенденция что современные дети у них уровень половых гормонов отвечающих их полу существенно ниже чем это было десять лет назад а десять лет назад было меньше чем двадцать лет назад и так далее поэтому молочные продукты такая прям штука очень-очень нехорошая так что-то еще хотел сказать но забыл так что если вопросы есть конечно там гормоны не уходят никуда остается кисломолочные они легче для усвоения потому что в принципе вот если мы берем биологический вид человек единственное естественное молоко для нас это человеческое материнское в грудном периоде и все только потому что кто-то когда-то привык пить коровье и козье молоко поэтому мы пьем его хотя мы так же могли доить собак у них молоко есть крыс там свиней просто такой традиции нет хотя у кочевников они да или еще лошадей там у них эта тема есть вот но это неестественно для нас кроме того даже такой информация для тех женщин кто кормит грудью сцеживаясь в материнском молоке независимо от вида в том числе и у людей в молоке присутствуют очень важные для развития в первую очередь мозга непредельные жирные кислоты и а